Достой. Батюшка, благословите занятия. Отец Небесный, просим Твоего благословения вникнуть в Слово Твое и в радости исполни, дай нам ревность в деле спасения. Хвала Тебя, Отец, и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Евангелие от Марка, 8 глава, 31 по 33 стихи. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать и быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым и в третий день воскреснуть. И говорилось им открыто, но Петр, отозвав его, начал прикосновить ему. Он же, обратившись и взглянул на учеников своих, воскритил Петру и сказал, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Толкование. Приняв от учеников своих исповедания, что Он есть истинный Христос, Господь открыл им тайну Креста, но открыл ее еще не вполне, ибо апостолы не понимали того, что Он говорил, и не разумели, что значит воскресность, но думали, что лучше Его вовсе не страдать. Поэтому Петр начинает возражать, говоря, что напрасно предавать себя на смерть, когда может и не страдать. Но Господь, показывая, что страдание Его будет во спасение им и многим, и что один сатана не хочет, чтобы он пострадал и спас людей, называет Петра сатаною за его мысли, свойственные сатане. за то, что он не желал Христу пострадать, но прикословил ему, сатана значит противник. Ты иногда читаешь, когда в Библии, думаешь, можно было вот это упустить. Там никакого поучения-то нет. Но меня вот это, наоборот, привлекло, что ничего не скрывает. Когда начинает, не надо, вот это убрать, убрать. Уже начинает думать человек, там черная лошадка, как говорят, скелеты в шкапу и прочее. Почему? А почему закрыто? А в Библии ничего не скрывает. Не важно. Главный, один из самых главных героев, если так и не главный, Давид. Ну, можно было это пропустить-то мимо-то. Нет, как пришел пророк, как его обличил, как он зашел на крышу, досмотрел, она говорит, да ему купаться, чем он нам понравился, когда своих жен столько ничего не не было ему написано, я бы все равно верил-то. Написано. И вот это со временем все это начинаешь осознавать. Раз написано, это автор Бог. Почти нет. Вот постепенно доходишь, нигде не написано. Но я заткнулся, когда на канон Андрея Клицкого. С чем вызван это? Надо вопросы задавать. Вопросы задавать, когда маленько думаешь что-то. Оказывается, вот не было ему 50-го самого популярного псалма. Вот самая популярная песня, какая на земле существует и по длительности. Это 50-й псалом. Его перед началом богослужения каждого читает. Итак, помилуй меня Боже, по великой милости Твоей поможет ущедро Твоих. И дальше согрешения, незаконные защиты, все спрашивать меня. И дальше все по порядку. Не было бы этого. Не было бы отречения. Анна Пиме не предал бы Андрей Клицкий, 6-й Вселенский собор. Не было бы этого покаяния, не было бы канона. Понимаешь как? Но есть такие моменты, которые ничего не дают. Вот считаешь. И Лот, уже в Новом Завете, все известная история-то. Тайного-то нету. И Лот там в Содоме мучился праведной душе своей. Он один и мучился. С чем он мучился? Когда вышел, жена непослушная обернулась и с одним столбом сразу просолела. А вон две дочки начинают обе от него. И не поймешь, что это мой дедушка или отец. Но так-то получается, что дед, и в то же время они говорят, ну это можно было, вот эти пять строчек-то нету, что они обе забеременели, что они его напоили вином. Нет, есть. А почему? Народ пошел от них. И это змено не могло быть выпущено. Когда один раз считаешь, там не история. Я просто читаю, и я понимаю, что о чем речь. Но зачем? Почему? И как это могло быть? Ведь нам сила греха непонятна. Последствия наших проступков, ну я замажу вроде. А я сейчас пойду да сделаю. То-то уже ушло, там другое звено. Понимаете? Нам непонятна сила греха. А я все ставлю вопрос. В саду, едем. Ну даже простой у меня сад. И ребятишки залезли там, ну яблоко одно-два сорвали. Еще я буду делать. Ну самое большее бы там, ну прогнал их или что. А так-то бы и дал. Я не один плод вдвоем видимо еле. Она взяла, ела, отдала даму, не другое рвала. И умерла уже за это. Больше ста миллиардов людей. Беззаконие за счет. Настолько-то невероятно. Это мы можем только охать-охать. Когда вторая мировая война самая жестокая. Пятьдесят шесть миллионов, как сегодня говорят. Миллионов. Даже ста миллионов нет. А это сто миллиардов. Понимаете, нам трудно войти в эту шкалу измерения с Божьей стороны. Господи, ну почему? Ну скотина-то, она же была тоже бессмертная, тоже. А теперь смертная, да. И она отдала на человеку, этому грешному человеку. Да, 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 да. Мы не слышим вопля. Есть какой-то маленький фильм, я смотрел. Звери поняли, кто такой человек. И они собираются все вместе и судят, что с ним делать. Птицы, что делать будем с ним? Бык рога наставил, я могу на рога поднять. А тут я могу ногу оторвать ему. А птицы ничего не могут, а я его сверху по метам посыплю. И все это, и летят, и сыпятся на человека. И потом на мясокомбинации показали. Вот она, Наташка наша была. Вчера вместе гуляли, ели, пили вместе. Ну, корову я называю так. Зорька там, Машка, Наташка. Ну, а это вот она стоящая. Видишь, как все обделали. Теперь, и что, есть будут? Есть будут? Ой-ой-ой. Что же нам делать-то? Мы какие были, то у меня какая. Ну, была. Представь себе. Доить. Корова-то начинает им. Какой у нее запах от нее идет. Некоторые даже молоко не пьют. А дальше-то? А дальше все не так. Сынок родился. Она его лежит. Тут же отобрали его. И она смотрит в окно. Ну, где-то. И увидит, что делает. Его убивают. Колотушка убивает. Она не может еще понять. Корова-то. Давайте я корова, я бык. Что она думает? Почему? Она слышит, говорят. Телят. Нам важна корова. Первые пять месяцев молоко дает. Когда она в природе кормит. Теленка. И в это время у нее самый лактационный период такой. А тетятам они уже и прям бьют их прям. Телята маленькие шатаются. Он подходит. Кувалда его. И их кузов грузит. Это ролик идет. В Америке. В Германии. Телята маленькие. Он подходит. Бьют. И вот двигается ногами. Жалко. Маленькие цыплята вывелись. Желтенькие. Пушистенькие. А кормить мне еще не отпустили денег. И они на таких вот. Вот такие вот большие у них противни. Они несут их туда. И женщины плащут стоят. И вот тут. Ну, бусорные ящики. Они пищат. И это все из-за греха. Когда, говорит, что человек будет прославлен. И тварь освободится от тления. Свободу. Славы детей Божьих. Человек, когда получит вечность. И скотина получит вечность. Не та, которая ушла. А которая есть. И как так? Христос умер. И что? А которые до него были. Он грех искупил. И которые не родились еще. И по сегодняшний день. Это сила любви. Мы этого ничем никогда не поймем. Даже вот я понимаю. Наизусть знаю. А это ничего не значит. Я просто повторяю. А понять этого нельзя. Это невозможно. Бог возлюбил нас. Когда мы были еще грешниками. Вспомни. Кто ты был. Кто ты была. И еще нас не было. Он уже возлюбил. И мой этот грех. Который я делал. Он вот там давил. Он его рвал на счастье Христа. Тело. Все это. Кости разрывали. Мой грех. Через 2000 лет. Это все непонятно. Но мы должны настроиться на то. Господи. Я не понимаю. Но я содрогаюсь. Что-то ужасное здесь. И в любви твоей непонятно все. Как? Прости меня. И вот сейчас. Миллиарды людей идут не туда. Миллиарды людей. Которые. А я атеист. Хотя их не миллиарды. А меньше. Все. Я один атеист. Я говорю. Дырка в башке. Залатать ее тебе надо. Это вера в то, что дырка от бублика. И тыс. Ничего нигде нету. А какое доказательство? А ты. Доказательство. У тебя две ноздрюльки есть. Два глаза. Два уха. Откуда они взялись? Природа. Шабаш. У природы ум есть или нет? А природа со совокупности. Покажи где? У природы совесть есть или нет? Ну где? Ну покажи. У природы что? Звери, птицы. Засекомые рыбы. Где? Горы. Вулканы, цунами. Где ум? Совесть. Нету. Откуда он у тебя? За волк сидит. И только один вопрос. А у вас секс есть? Я не могу понять в чем ищет. Думаю. Кормить надо его или что? Он секс есть. Он помешался как. Вылез из подъюбки. Эту морокку вонючую создали. Ее мужик глазами воет. Он ничего не может повторять и все. Полностью лишенный рассудка. Это все свой гражданин. Он на Майдан не пойдет. Хороший Ваньки. Я его пытаюсь глиблить. Что он не глиблить? Он на меня моргает глазами. Там ничего нету. Полная пустота. И нам не понять это. Что из-за него Христос умер. Я не достоин называться апостолом. Но меня Бог возлюбил, избрал. В Дамаске шел и меня встретил. Ты в эту область попытайся войти. В тиснусь как-то. И ты поймешь. Все поблекло. Все человеческие мерки, измерения. Все это фальшь. Временная. Скотина будет освобождена от рабства тлению. Покорилась суете ненаправольно. Бог сказал покорюсь. Любой бык. Он бы скольких людей на льга поднял. Нет. Слушается. Идет. Тащит на себе все. Шатается. И самым словом. Бык. Волк. А у быся нету этого понятия. Он смотрит на человека. На большого. Он ему кажется маленьким. Он крыльями хлопает. Кусает. А у быка, наверное, мы кашемся как гора. Он поэтому спокойно идет. Звери подчиняются. Весер икона. Серафим Саровский медведь икона. Тебя. Тихо. И вот это все мы здесь проходим. И ты умом туда попытаешься войти и сказать. Я вошел, господи, ничего не понял. Прости меня, но я согласен. Никогда этого не понять. Я еще в армии был, а тогда не было это. А была электроника. Там лампы разные загорались. Ну, были диоды, триоды. Так вот, у человека, примерно, десять клеток нейтронных. Которые там. А они выполняют работу, которую тогдашние выполняли здания. Кажется, четырехэтажное здание, наполненное аппаратурой. А у него десять здесь клеток. Вот я сейчас хочу. Не выключатель не надо. Я хочу пальцами. И с какой скоростью, когда музыкант хороший на руках. У него пальцы варабанят. Каждый звук знает куда что. Это же чудо. Это Бог сотворил. Пошли. Наполним чудом жизнь свою. Евангелие от Марка 8 глава 34 по 38 ст. И подозвав народ с учениками своими, сказал им. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Моего со святыми ангелами. Толкование. Направляет речь главным образом против Петра. Ты не одобряешь того, что я беру крест. А я говорю тебе, что ни ты, ни другой, кто не спасетесь, если не умрете за добре истину. Призываю не на зло, а на добро. А потому, кто не хочет, тот и не достоин всего. Что значит отвергнуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться кого-либо другого. Кто отвергается другого кого-либо, отца ли, брата ли, или кого-либо из домашних, Тот, хотя бы смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. Так и нам повелевает Господь, чтобы мы ради Его презирали свое тело и не щадили Его, хотя бы били или порицали нас. Да возьмет крест свой, сказанном, то есть поносную смерть, ибо крест посчитался тогда оружием поносной казни. А как многих распинали и разбойников, то присовокупляет, что с распятием нужно иметь и другие добрители, ибо это означает слова «следуй за мной». Так как повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и жестоким, то Господь говорит, что оно напротив весьма человеколюбиво. «Ибо кто погубит душу свою, но ради меня, а не как разбойник, казнимый или самоубийца, в всем случае смерть не будет ради меня, тот, говорит, обретет душу свою. Между тем, как думающий приобретет душу, погубит ее, если во время мучения не устоит. Не говори мне, что этот последний сбережет себе жизнь, ибо если бы он даже приобрел целый мир, все бесполезно. «Спасение нельзя купить никаким богатством, иначе приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал бы все тогда, когда будет гореть в пламени, и таким образом искупился бы. Но такой выкуп там невозможен. Здесь заграждаются у стаи тех, которые вслед за оригеном говорят, что состояние душ переменится на лучшее, после того, как они накажутся соразмерно грехам своим. Да слышат они, что там никак нельзя дать выкупа за душу, и мучиться только в той мере, сколько нужно, будто бы для удовлетворения за грехи. Недовольно одной внутренней веры требуется и исповедание уст, ибо как человек двойственен, то двоякое должно быть и освящение. То есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится исповедать распятого Богом своим, того и он постыдится, признает недостойным рабом своим, когда придет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде, и за которое некоторые стыдятся его, но в славе и с воинством ангельским. Преображение есть не что иное, как предзнаменование второго пришествия. Так просияет в то время он сам, так просияют и праведники. Ну вот, немножко здесь непонятно в толковании. Еще раз почитаю. «Кто отвергается другого кого-либо, отца или брата, или кого-либо из домашних, тот хотя бы смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему». То есть, как бы, ну а как же сострадание, то есть, или уже Господь призывает, чтобы не было этого сострадания, или здесь речь касается только о своем теле, но пример тогда, почему родственников-то как бы ставят, им, нам всегда хочется, чтобы они, и мы молимся за них, чтобы они обратились там». «На гражданская война, например, или хотя бы Вторая мировая, когда эти за большевиков, а эти за немцев были, казнили друг друга и убивали, выдавали. У евреев были свои насмотрщики, они смотрели в концлагерях за своими евреями, братьями, их ненавидели, а убить нельзя было. Они их выдавали, там какая провинность, или что он должен рассказать своим хозяевам, немцам, сказать, что тот такое-то сделал». Вот здесь получается, как бы, предательство, оно прославляется, что ли, то есть, тебя будут там родственников своих мучить, убивать, а ты, все, ты отвергся, и все, и правильно. Ну, примеры есть такие в земной жизни. Предательство это, не предательство. Вот так вот есть, и все. Было здесь, так же будет на небесах. То есть, для тебя твои родители, твои родственники, близкие будут ничто. Ну, что ты им говорил, рассказывал, а тут Христос твой друг, твой Бог. То есть, если мы, выход час предателей, то есть, мы предали сатану, получается, когда в крещении мы плюем, уже отвергаемся от его, от злых дел его. Я думаю, это слово предатель вообще неуместно. Я тебе сказал, как пример, а ты уже начал зацепиться за это и попер это слово. Зачем? У меня вопрос такой возникает. Первый век. Ни одного Евангелия нету еще. Ну, там, два-три года прошло. Матфея, говорят, через пять лет только появилось. Да и то появилось, написали, кому оно досталось. Книга печатали, нет. О чем они собирались рассуждать? Они что же собирались? Не спать вожили в нем? Первое, христиане. Интернет не у каждого. И телефон не у каждого. В библиотеке не работают. Их ни одного нету. Что они делали? По воскресным дням другое. Храмов нету. Средотворных нету. Монахов нету. Вообще ничего нету этого. Но Господь же не отвергал Ветхий Завет. А? Ветхого Завета Господь-то не отвергал. Наверное, читали пророков и предназменения. Эти-то были у них пророки? К сегодняшним-то дням пророков там. Что возьмешь из Левицы? Ну, что-то брали, видать. Сама книга уходит сразу. Ничего не найдешь. Ну, они собирались. И собирались, и не торопились обратно. Как-то Павел продолжил слово до полуночи. А куда им торопиться? Дома ни книг, ничего нету. Я не к тому, чтобы сейчас все убегали. Потому что у всех дома книги. Сейчас рванут все. О, так вы так подорвались. Кто-то стал рассказать. Барыня Вильджина. Ну, христианка своя. Вот еще маленькая, то ли опять брехатая. Матушка. Да ведь мы же с Семой-то, Семен звать можем. Мы-то с Семой все время в местях, да в местях. Это вместо. Вместе. А Света нету. А не в отмерь, ребятишки, заводятся. А мы, доктор, вместя, да ввестя. Значит, сейчас и Света, и все нету. Еще и нету. Даже сегодня, вот и то. Отключи сейчас интернет. Улицы-то пустые, никого нету. Кинотеатры не идут. А зачем я любой фильм найду, сейчас поставил? А один смотреть буду. Могу отложить на завтрак. Больше пойти говорить, да. Никто не думал, что это сеть захватит все. Старое, малое. Рисунок такой. Дед лежит, видно, уснул-то. А бабка сползла, смотри-ка в сторонку-то. И у нее так планшеты, она лежит, нога за ногу. Тут рюшки разные, подушки. И она смотрит туда, и там все. Как есть. Раньше нам говорили, в Америке выпускали такие телевизоры, что он показывает в одну сторону, и в другую, и в третью. И они с разной стороны на это смотрят, мне говорят, родные, близкие, все чужие друг к другу. А я подумал, у нас один на всю улицу. Это как мы дружно-то же. Ходили туда, а чтобы увеличено было. Впереди такой был сосуд продавали, это водой его заливали через воду, чтобы больше увеличения было. Вода плещется, стоит, но она небольшая, плоская такая там, по уровню. И в друге еще нет. И сказали, будет такое, что не будет он такой, а будет вот как обыкновенная бумага, ватма. И там будет, а как трубка, а разворот луча где? Не надо, все возни повернуть. И вот это люди заняты. И заняты. Умнее стали, нет, не умнее. Ищут одну доль. Вот у меня еще ни одного ролика нету, который посетил оба миллион. Где 900 тысяч, 950 кажется есть. Шешни. Там что, обедаем. Или я деньгами рассчитываюсь. А тут мне один ролик скинули, 6,5 миллиарда посещений на один ролик. Миллиарда? А население 7,5 миллиардов на земле. 6,5. Я не смотрел его. Я могу скинуть, показать это. Я никогда не знал, что это не смотрел. И что там езжу, даже один раз посмотрел, там больше смотреть не еще. Снято, конечно, классно все. Где-то идет дело в Батимале, или где по-испански там песню поет он. Парень идет по углу. И везде девка появляется. Она отдельно идет. Кто-нибудь клящит, кто разденет что-то. И вот она на улице идет, когда и там мальчишка идет, она ее схватила, посорвала. На велосипеде маленький. А там в это время они показывают, там пляшут, такая музыка, хор на улице. И какие движения там делают. Ничего нету. То есть на самых низменных страстях. Ну ничего нету и такого, что есть. Ну почти очевидно. 6,5 миллиардов. Придумали ему что-то подписал. Вот сегодня я записал. Я может быть кутру его поставлю. Собрали. Там столько было важного сказано. Моление, то другое. 10, 15, 20, 30. Если тысячу за день у нас, а одна тысяча, то мы считаем это много уже. Тысяча. У людей-то тысяча просмотров. А это миллиард. Миллионы. Ну это уже запредельно много. Миллиардов осталось. И ничего нету. А у меня Златоуст стоит. Я насчитывал там. Севастьян считает. Мы его записываем. И ставим. 12, 8 за день. Мелко. 8 человек. Златоуста. Ох и дурной народ. Дурной. Вот выступал после выборов Жириновский Владимир Горфович. И говорит, за меня в этом в Санкт-Петербурге полгасало меньше, чем за Ксению сообщать. Ну народ-то ну понимает. Ну кто она такая, называет ее, каким именем-то. И она больше меня набрала. Ну народ-то. Я не о ней говорю, о народе. И народ. Я партию создал. За меня проголосовало, там в прошлый раз было 6,5 миллионов. Миллионов. Так он обещает что-то. Он грамотный, он полковник, он знает французский язык. У него какие-то предложения предложения. Он учит прям, как вести себя? Молодежь там все. Ну правда, в одном месте сидит, там пьяная, они выпили. Сидит и матюгами кровь. Ну, такой человек. Сам себе памятник сделал, возникни рукотворный. Рукотворный. Ну здесь-то понятно. Народ-то какой. Ну златоуст и инструкция по блуду. Миллиард популярный златоуст. Вообще, это я никогда бы не знал, кого бы не интернет. Я посмотрел, еще и в районе. Я догадался. Правда, одна бабка. Как правильно чистить сковородку? Полтора миллиона. Полтора миллиона. Они не знают, как сказать. Да прямо этой сковородкой пол бы бы дал ему, чтобы тарелка разлетелась. Дурь-то какая. Чистить сковородку. Сейчас надо или не надо ее чистить? Один вопрос поставь. Полтора миллиона. Женщины идут, сзади идут. Совершенно голые. Задом идут. А они взорвали интернет. С чем они взорвали? Одновременно что-то испустили газы или еще? Взорвали интернет. Абсолютно голые идут. По асфальту машины идут. Они взорвали интернет. Конечно, можно назвать, заинтриговать. Речь идет о пользе. Вот в интернете так вот. Заходишь, только он появился так. и как дела от всех. Как один. Как дела? Откуда вы? Это второй вопрос. А зачем вы здесь? Я говорю, какие мои дела? Я показываю Библию. Мы по ней живем. Вот дела. А вы считаете, нет. У вас вот дела. Все понятно. Бывает, кто-то сразу заматерится. Я только перекрещусь, он упал. Нету. Исчезает. А то бывает черный экран, никого нету. Деда! А, деда! Я говорю, кто там? Что за червяки завелись в темноте подземной? Ну-ка, влазь оттуда. Смотришь, там выползли два молодца удара. У нас тоже так было. Один выполз. Никаких вопросов. Я говорю, только один вопрос надо задавать. Мы под солнцем, на одной земле, мы встретились. С чем можем мы помочь друг другу спасти душу? Никогда. Зачем? А я безбожник, а тут я сатанист же. Молоденькая девчонка, а я сатанистка. Ты же сатаной должна быть в огне огнем. Дальше ты не уйдешь. Ты с чем похватишься? Ну, я маленько потрясаю, а они меня бросили. Это не игрушка. Жизнь своей распорядиться. И вот в этом, во всем мы везде какую-то роль должны иметь. А у нас уже молва в интернете идет. За нами уже охота идет. И что там кто охотится? Послушать охоту. Они не знают ничего. А им сказали. А что сказать? Только молись. Может быть сегодня начнется эта пертрубация. Сейчас как-то завернуть. Вот мы были, бегали в Ставропольский край, в Краснодарский район. Нас останавливает милиция. А я собаку рядом держу. Лежу задерживаться, я его увожу. А он у меня здорово, наборники надевает. И все. Мелисонер откланился и в сторону. Я его бить не буду, стрелять не буду. А собаку он боится. Она его. И оказывается, в это время на их дорогах действует банда. Проверяют. Куда-то ехать надо. И сразу в сторонку маленько человека убивают, завладевают. И руководит всеми капитан милиции, женщина. О, городи. И они, может, нас останавливали. И нас Бог пронес. Я сразу... Это наша дорога. И вот так все, когда маленько посмотришь, и все дивно, чудно и страшно. А без Бога. Я вообще не... Значит, я же вообразить не могу. Даже представлял так вот. Что-то обещает мне, ну, все, что надо. За три минуты, чтобы я был неверующим. Я бы не пошел. Потому что в эти три минуты я могу умереть. И где я буду? И все ваши обещания, они чего стоят-то? Тут у нас и все, все другое. Другая шкала, другая единица измерений. Все, здесь сходим от безначального к вечному. Идем. Ивангелие от Марка, 9 глава, 1-2 стихи. И сказал им, истинно говорю вам, «Есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисуса Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделали с блестающими, висели белыми, как снег, как на земле белильщик не сможет выбелить». Толкование. Евангелист Лука говорит, что это было спустя 8 дней. Впрочем, он не противоречит Марку, но совершенно согласен с ним. Речь его обнимает и тот день, в который Господь возвестил о предстоявшем преображении своем, и тот, который он возвел учеников на гору, тогда как Марк говорит об одних промежуточных днях. Самое преображение, разумея, не как существенное изменение вида Христова, но как озарение его неизреченным светом, причем естественный, вид его оставался тот же, как и прежде. У тебя маленький вам вопрос. Вы знаете, что на оккупированной территории немцы в возрасте от 15 лет до 30 в основном забирали работать на разных заводах на полях в Германии. Мужиков-то нет, у них тоже забрали. Знаете про это? 4,5 миллиона. А вы знаете о том, что когда советская власть уже шла, еще в 45-го года имела решение со наркома было оттуда нам восстановить хозяйство, разрушения брать оттуда людей и везти сюда. И в вагоны набивали их сюда, и сколько их дорога умерла. Умерло только тех, которых женщин взяли, немах, образующихся словах в Севенгрии, Румынии, где были. А они все говорят, мы 100% были в женских каких-то командах, там, профсоюзах, маршировали, то другое. Им обещали, говорят, у вас почти курортная будет, только до вокзала. Дальше загнали одно ведро, не оправиться, не напиться. И умерло у них здесь только, это где-то Архангельская область вверху, кажется, там где-то было. А не 66 тысяч только умерло женщин молодых. И это почти никто не знает, сейчас публикуют. Показывают, как работают. Которые заболели смертельно, тех отпустили через два года. Мы так хотели заболеть. Работать 16 часов, заходишь, продувается, топлива нет, замерзает просто. Ну, если это работники, надо как-то заботиться было. Конечно. Вот оказывается, как. Также набирали, я не сужу, я просто кое-что сам узнаю, так и сейчас. Притом, точные дают цифры, с какой страны сколько брали. И фотографии идут. Женщины молодые, там работают, по колено в воде здесь, ну, все везде. Но они не участники войны. Ну, а практически, ты, говорят, мы виновны, тоже мы во всех этих организациях, Гитлер, Юген, да и прочее были. Ну, а как по-другому? Там тоже смотрели, нет, это враг. Как у нас в комсоводство не идешь, как-то сейчас смотрим. У меня племянник, не племянник, двоюродный брат, он 5 лет старше меня, его вызвали, из района приехал человек, потеряет. Так, ты кем работаешь? Шофером? Спросили, а ты отличная эта характеристика. Ты для комсомола годишься, подавай заявление. А он, отец у него верующий, его отец, и мой отец, родные братья. Иван Степанович, вам надо ступить. Нет, я не буду. Не будешь? Поговорили маленько, ну, и комната его заперли. Не давайте, мы не пить, не есть, день, хоровь, и все. Ну, есть охота, пить охота. А не будешь? Он говорит, нет. А если я соглашусь, вы меня выпустите? Сразу выпустим. Он говорит, я согласен, подпишусь, но только я заранее говорю, воровать я все равно не буду. Аня опишет, так еще тебе воровать зовут? Так они у нас все воруют, в вашей комсомолстве, все. Я запишусь в комсомол, но дайте мне слово, что не будете принуждать воровать. Воровать я все равно не буду. А они его позвонят, все за счет, выгодил отсюда. Чудак. Обойдемся без тебя. А воровать все равно не буду. Меня тоже пугали в армию. Это обязательно тебя загонят? Нет. Потому что я же говорил о Боге, а не зная Евангелие. И на меня смотрели, как-то не слой или нет. Один только сказал, жалко, нету там 37-го года, ты бы у нас загремел. А я им стал говорить. Я архипелаголог не был, не считал, а я видел это все. Какие у меня безбожники гнусные. Все везде воруют. Воруют. У меня отец. Инвалид Великой Отечественной войны. Руки нету. Каждый год проверяют на комиссии, как будто отец говорит, рука прирастет. Что проверяют-то? Это у меня все здоровое везде. Руки нету. Инвалид. Вызывают. Снять. И женщина одна там была. Елена. Какая-то фамилия ее такая. Украинская. И отец пришел, какая женщина хорошая. Она мне, говорит, поставила печать вечная. То есть больше, чтобы не проверяли. Ну, что проверять? Что проверять? Еще нет. И вот представь, у такого человека, как мой отец, ну, какая-то льгота должна быть. Конечно. Десять ребятишек. Десять. С каким трудом все. Держат гусей. Гуси ни у кого так не водились, как у нас. Осенью забирают гусей. Отец их любил. Вот как я голубей, так он гусей любил. Приезжают, все забирают. Если у тебя яблонька была, налог на яблонь. Ну, сразу срубили ее, выбросили. Вот, если держишь овечку, полторы шкуры должен взять. Ну, где полторы? Она объягнется. Так она не объягнется, у меня баран где-то. У нас написано, полторы шкуры купи, отдай. Корову, корову мать подоет, и сразу, домой нельзя заносить. Им ведерко, и мы сразу молоканку сдаем. А там прокручивают, а обратно дают обратно. Обрат это, из него все уже выцедили, то другое. Мы молока-то не видали. Ну, инвалид войны. Такая семья. И на руках еще мамина мама. Ну, материна мама. И у нее, то есть материна моей мамы, три брата. Они были бригадирами. Такие ребята, фотографии сохранились. Паши на фронт. Ну, нет, как говорили, все артиллеристами были, все погибли. И бабка на руках здесь. Ну, можно хоть и льготу дать. Инвалид, и страна столько получила. Я одна, которая была на Пелагея, видимо, была, ее пана звали. Ну, почему-то. Пана. Приезжала, все забирала. Знала власть это или нет, это я не знаю. Забирала, огуляла. И зимой где-то ее лошадь скинула, видимо, она приехала. Ее футу только подобрали. Ее отрезали руки, ноги. А отец только сказал, может, наши слезы отлились. Для чего это? И жалости еще уже нет. Да, спасибо. У меня вот, к слову, для Слово Божьей, не то есть там все это написано. И вот на это все посмотришь, а где Бог? Бог знал это, знал. А жили бы по-другому. Не было то, что сейчас есть. У меня бы вот этого не было. детского лагеря. Ну, зачем мне это все нужно? А это все подталкивали. И Бог сжимал, до такой степени сжимал, что, помню, рыжик. Вы даже, наверное, не знаете, что такое рыжик. Такое красноватое, красноватое зернышки, мелкенькие, мелкенькие, ну, как просор. И она растет метеркой. Ну, мы оторвали, молотили, из них кашу там мать варила. А вот была у нас Валентина Конева, а они жили около леса. Ходили по лесу, искали, где пень гнилой. Выкорыли нутро, долбили это, где лужки-то, сушили, ну, и мешали там все, чем весь. Со ржаной мукой. Понимаешь, как вот все у Бога, мы не родили все, это уже известно. Я благодарю Бога, что мне Бог дал это все. Вот этого, вот этого и вас бы тут не было, если бы не так. А Бог помаленьку пилил мои рога-то, оставлял. Даже страшно сделать по-другому разу. А где бы, да нигде я бы не жил. Вот Жохар Дудайк там поднял, пусть это, в Чеченскую республику, я бы сразу к нему уехал. Отомстить коммунистам. И все это коммунистическая отрыжка 17-го года. Да, ну там вот я, когда пойдет, Германию-то они тоже зацепили. Орленок, Орленок, взлети выше солнца. Я представляю, это я, меня пленили, я на расстрел, лети на станицу, родимая Раскаржка, сына вели на расстрел. Люди считают еще, а я воображаю, я там в этом воображении живу. Я с ножами день и ночь тренируюсь, ружье у меня, готовлюсь. Ничего не надо, оказывается. Встречается на пути в Дамаск, кверх ногами, и все изменилось. Куда ни гляну, это благодать, это мило. Привет, вот этого бы не было. Это все написала Надежда Ивана Пальгуева, сегодня была причастницей. Она хорошая? Или талант такой вот этот? Вот этого ничего бы не было. Ни картины, ни дома, и меня бы не было. А у Бога-то этот день, вот этот сводище, что мы сидим-то, он у него был известен там 70-80 лет назад, раньше еще. И только одно, я не понимаю, Господи, но я знаю, что это чудно все. Мать не грамотна, только говорила одно, сынок, пионеры не вступают. И не танцуй, не приши никогда. Слушай, ты рассказывай своим, как мать наказывает, не танцуй, не приши. потому что там, она видела картинку, лицевая книга, там раскаленные иголки будут стоять кверху, и тебя там заставит дьявол прессать на них. Я представляю, больно. И мы боялись. Она не могла ничего рассказать, а как знала. Но что, без конца мучения? Она повторяла, написано, где-то, сынок, я не знаю, терплю до конца, а буду мучить без конца. Я потом в Библии искал первые дни. Думал, где-то нет. Ну смысл-то понятен, что конец этого будет, будет. И 25-я глава Матфея говорит. Ловите веков. Мать вложила в этот страх. Пить нельзя, сынок, пить нельзя, пить-то охота. И вот у нас здесь резинка, тут, как подъезжаешь, потеряемки с этой стороны, резинка. Ну и тут у нас картошка была, вот здесь школа была. А мы-то вон где, были две переменки, одна большая. Сколько она большая, сейчас не знаю, ну минут 15-20. И со всех ног летишь домой, выпил и обратно. А пока вилом, я парами уже все вышел. Десять лет проучился, ни разу не напился. Как-то материный наказ. Мать и говорила, допустим, у меня сейчас надо заплатку просить. Она говорила, не шеек, потому что память прищешь к штанам. Память к штанам прищешь. Потому что штаны у меня будут, думаю, а уже нет. Летят утки, сколько, никогда не считай. Вот ты говори так, или 12, ты знаешь, а ты говори, ни 11, ни 12. А их и 12-то. Иначе память улетит. То есть, сколько всего там было? И все это говорила, научая, как она знала. на этой платформе, на этой платформе, Господь мне недавно один говорит, вы представляете, что чудо Бог сотворил из старообрядцев, которые на одних предрассудках и выйти на чистые Евангелия, как у меня. Это настолько неслыханно, вообще, даже это нигде нет в интернете. И сохранить то строгость, все это отсеять. Даже маленькие дети это понимают. Видишь, как они одеты, как что. Кое-что понимают. А вот те, которые занимаются с детьми, посмотри, как они. Им никогда их не одеть, ничего не родить. У нас все знают. Я не смотрю за этим. Люди смотрят. Настолько дружно. Бог соединяет это. Я вот все снимаю, это остается. Сегодня вот дети, как было. Надюша это, Муха ведет занятия очень хорошо. Она все печатает, им дает, они пишут, сидят тут. Давай, Адарюшка, там сидит. Ты ей говори, Давид, и оставайся, потому что много ты услышишь. Так, поехали. Просто каждый к себе смотрите, что и проспадайте Бога. За вчера, что и за сегодняшний. Марка 9,9. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий невоскресник измерт. Толкование. Для чего Иисус заповедует ученикам не говорить никому о преображении? Для того, чтобы люди, слыша о такой славе Христа впоследствии, не соблазнились, когда увидят Его распынаемого. После же воскресения из мертвых удобно будет рассказать о столь славном событии бывшим до распятия Христова. Марка 9,10,13. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде устроить все. И сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илья пришел и поступили с ними как хотели, как написано о нем. С ним. Да, поступили с ним как хотели, как написано. Толкование. Ибо пришествие Христовых два. Одно первое, которое уже было, а другое так еще имеет быть. Предтечью первого был Иоанн, предтечью второго будет Илья. Но Христос называет Ильей Иоанна как обличителя, ревнителя и пустынника. Таким образом, Господь опровергает мнение фарисеев, которые думали, что предтечью первого Христова пришествия должен быть Илья. Это значит вот что. Когда придет Илья бесвитянин, он умерит непокорных иудеев и приведет их к вере. И таким образом соделаются предтечью второго пришествия Христова. А если бы фесфитянин, долженствующий устроить все, был предтечью первого пришествия, то как же написано, что сын человеческий должен пострадать? Итак, одно из двух. Или Илья не должен быть предтечью первого пришествия, ежели Писания говорят истину, что Христу надлежит пострадать. Или мы будем верить словам фарисеев, что предтечью первого пришествия должен быть фесфитянин. И тогда не будет истины в Писаниях, которые говорят, что Христос постраждет, ибо Илья должен устроить все. И не будет тогда ни одного еврея неверующего, и все поверят проповеди, кто только услышит ее от Ильи. Он принял кончину отсечением головы, сделавшись мертвую ради просителя. Он принял кончину отсечением головы, сделавшись жертвою забавы иродовой. Все, конец толкования. Дальше. Все предузнано. Вчера я считал о покушениях на Гитлера, который сегодня уже все распечатывают, это вообразить даже нельзя. Когда путь поднял, с 3 метров в упор не его стреляли, остался цель. Рядом оба охранника умер, сразу были, а он даже нет. Все цель. Я один, который там уходил, он работал где-то в ресторан ранее, там что-то подавал, и ночами пробирался, и водой колонии, выдавливали, выносил, а потом замазал, вот он приходил, опять продолжал дальше, и заложил туда взрывчатку, знал, когда расписание Гитлера будет где-то. Ну, все сделал, зарядил, ну, насколько Гитлер начинает пол первого, значит, сейчас он говорит сроку эти свои выступления, там, полтора часа, он все рассчитал, все правильно-то, и сел на швейцарский поезд, и пошел. Гитлер начал так и говорить, и приехал, говорит, на целый час раньше, полчаса говорил, ушел. У меня, говорит, кто-то самолет ждет, там, когда-то вылетать надо. Никто еще не знает, о людей, это пивной, где впервые у них там было столько людей собралось, и взрыв произошел, 6 или 8 человек сразу убило, почти 60 ранено было, а его захватили, там, он какое-то, что-то такое, данное, которое показало, что именно он, и сейчас уже показывает, как его допрашивать, ну, ясно дело, что может быть и не он, но, как допрашивает два следователя, я не видел, что так допрашивали, вот он, как-то, они, каждый перед ним проходят, и кругом идут, и каждый что-то говорит, видно, что уже молотили его, не говорит, еще он стоит, высокий рост он, и наконец начал говорить, как я ненавидел этого Гитлера, еще больше, и далее, все, кто помогал, теперь вопрос, кто помогал, на самолет подложили, дали коньяк, а на самом деле это взрывчатка, я на воздухе, температура упала из самолета, застыла, не сработала, а там надо было встречать срочно, чтобы не рука взорвалась-то где-то, юноша один, один подготовил, все, когда он будет идти в толпе, и как только он уже появился, вот сейчас проходите, в это время, хай, все руки, лес, рук, он не видел, и когда вынял, он уже такая со спины, уже далекая, и таких случаев сколько было, а Гемерс уступал, и говорил, видите, фюрион бессмертный, он уйдет только тогда, когда ему скажет Господь, я действительно изучаю очень много и вижу, что так все сделать, так умно, еще пока правителя не было и не будет, не считая войны, просто до этого, то народ-то поднял, ни для чего. А тигрыш-то есть на кого ориентироваться. Да. И я никогда не знал, что у них со Сталин такая была любезная переписка, они готовили встречу. Дик, я только посмотрел один раз, когда засняли, встреча была там с Молотом, вот, и Гитлер сразу сказал, он очень хороший человек, он мне понравился, Сталин. Ну, а дальше так вот. Интересно, первое известие, когда Сталин узнал, что Гитлер застрелил сам себя, он только сказал, говорит, доигрался под лес. То есть, это игра для них была. А могла бы встреча? могла, а еще, там же боялись, что союз-то будет с Гитлером, против Англии, Россия поможет. играли как надо. А у Бога все вымерено было. И такие вот нападения, где были, прям, ну, явно, что должен погибнуть. в это время товарищ он съедет, на дороге ждут там, люди зарядили, все, сейчас взорвут. Он поворачивает в сторону, совсем не туда, что я вспомнил, у меня тут товарищ живет где-то. А те, где, говорит, машина шла, и бьются все, а его там и нет. Сегодня все, число, кто участвовал, все, все открыто. Показывают папку, которая была на сколько там, 70, сколько лет, теперь засекретили. Это показано. Почему? Он был для этого дела поставлен, его нельзя было убрать. Иногда его смерть обходила по-моему на сантиметр. В театре сидит, а у него знакомая была, Елена, что ли звать, Чехова, артистка была, русская. И у него хорошее отношение, у ней хорошее. Ольга. А? Ольга Чехова. Ольга, да. И они там, выше там, который сидит в театре, а выше там оттуда, они снесены, и опускаются медленно на взрывное устройство. Прямо перед ним. перед носом. И в это время Сталин еще этого не знает и дает немедленно все, прекратите искать Гитлера, не трожьте его. Сталин спас ему жизнь. И эти уже, только осталось, и срочно прибежали, и подняли, и дальше уже ничего не было. А почему? Иначе нам, если пока здесь, мы уверены, что с Англией у него договора не будет. А без него тебя заключат против нас пойдут. Ну, они рассуждали, это правильно. У нас-то с этим это Черчилль, можно с ним разговаривать было. с Розвельком. И вот как они были, как думали, и все сегодня это, я все время вижу, по любит народу, по всему. Ну, тебя просто, давай садись, ты, ты не знаешь ничего, ты мне попробуй сопротивляться. приходит правитель, две страны, в одной правитель, всех, которые офицерский состав был, истребить, а этот говорит, не трожьте, я беру на службу. Какой лучше поступил? Ну, наверное, тот, который не исчерпел. Один говорит, дворяне, под корень, все это дело. Другой, ни одного никуда, повышает звание, а не работает. Какой лучше поступил? Последний. Конечно, который не беляет. что лучше будет, это лгейтера. Теперь, крестьяне, которые богатые, зажиточные, не раскулащивают ни одного, а наоборот, помочь им, чтобы были большие хозяйства. А другой, 12 миллионов загнал, и погибли там все. Кто лучше поступил? Я не называю, как имя имя. Даже население осталось в стране больше, это уже хорошо. И священники, сразу же указали, ни одного священника не трогать, помогать храмы строить. Другой, 47 тысяч храмов, будешь тоже все, священники, расстрелять в Бутово. Кто лучше поступил? Один приходит на страну, которая с самыми бурными темпами развивается, а другой пришел, все разрушено, все, контрибуция страшная. И тот с нуля поднял на самые высшие вершины, на та самая вершина до нуля. Кто лучше поступил? Дороги еще сделал, забыли сказать. Нет, я, конечно. А тот последний добил. Я не просто так говорю. Я знаю, что этот человек делал, и теперь выхода не было, что сегодня прям открыто, все это пишут. На две недели опередил Сталина. Сталина все было готово напасть. Все закончилось. Теперь я уже с позиции вечности. Все время спрашиваю людей в интернете, было ли у него, и, наконец, покаяние, и, наконец, Юнгая ее фамилия, Юнгая, секретарь, секретарь, как она попала к нему. Она живая, и она рассказывает, ну, курящая, видно, что красивая была, такие черты лица мне. Он был добрый-добрый, говорит, у него всегда с тобой что-то было. И каким голосом говорил, это совершенно другой человек был, чем его показывают. Как он всему сочувствовал. Ну, не было, более любимого правителя не было. Примерно, говорит, сто процентов женщину желали иметь от него ребенка. А он какой, не такой уж и рыцарь. Вот, все, сегодня все показывает до конца, как они кричат. И, придем, он нигде не прятался. В машине с таймя едет везде. Где видели Сталина, чтобы он по улицам ездил? Только в Чехословаке, там, Судетскую область вернули. И он уже там назад одно утро и проезжает, и там святыки дает. Но могут кинуть и гранату. Конечно. Понятно, его ни с кем нельзя было сравнить. И дошел до чего? Поднял руку на Бога избранный народ еврейский. Это Холокост устроил. Славян туда заурал-то уничтожить. Было ли у него покаяние или не было? Никто не говорит. И тогда секретарь сказала, не было. Я, говорит, сама ждала. Когда он уже последнее ей завещание, она печатает. Я, говорит, ждала. Вот, это мое состояние. Я знаю, что это, демон в образе человеческом. Но, однако, талант, любовь какая была у него. А вот это желание, лемонстраум, жизненное пространство они боролись. И даже никогда ты не узнаешь, где он был. сказали, там-то, там-то, там-то Он вечером ночью вышел и едет с одним человеком и там проведает, узнает, заходит, спрашивает, да где Сталин или нет, еще пойдет. очень хорошо и надо же, на чем дьявол поймал. Все погубил. Потом со Сталин переписка, как Сталин его называл, уважаемый, фарфер. Это все газета. Я прочитал, сходил в краевую библиотеку и архивы попросил за тот месяц, когда было, и все просчитал, прям газеты печатают, известия, правда. То есть очень такие теплые отношения. Летчиков всех учили в Советском Союзе, его летчиков. Ему нельзя было там? Давали где? И все перевернули. Покаяния не было. Танкистов тоже там учили? Танкистов тоже там учили? Да, и танкистов учили, они все рассказывали. Следователи тоже, НКВДшники не остались. Я многое смотрел, по сегодняшний день смотрю, все документальные. Документальных фильмов о его времени и воспоминаниях, я не знаю сколько, но примерно сто фильмов посмотрел уже. И мало того, еще конспектирую где-то. Ищу прям, но только покаяться, нигде нет. Какой талант погублен был. До этого говорили, он трус, а сейчас советские выступают, генерал армии, советские. Нет, Гитлер не трус. крест на первой мировой был, и он везде на передовой. А эти наши правители-то никто нигде не был. И у него сколько было ставок, на которые он приближался, чтобы к нему не летали в Германию, а здесь, и на Украине, и везде. Он был очень храбрый и смелый. Сегодня прямо об этом говорят. Не надо говорить, зря-то говорится. и бесстрашный, и все зря. Понятно? Наш талант нужно покорить Богу. Искал связи с Папой, как они к Нему отнесутся. русским позволил самый прекрасный храм, там Баден-Баден, мне кажется, построить. Анастасию поблагодарил его, митрополит тогда был. А он тоже с фашистами, нигде этого нет. Должен его поблагодарить, что помогали средствами. Такой огромный храм построили. Ну тогда еще и не знали фашизм-то. В Англии были свастики везде. У них были английские фашисты, ходили две буквы с какой-то соседкой. Ты интересуешься? Мне просто интересно это. Я смотрю, как это перед Богом было. Он был в стокомном хоре, пел. Одно время прям готовый был в семинарию пойти. А Сталин учился в семинарии, там выгнали. Это не просто Микоян, а Анастас Иванович окончил семинарию. Этот дочь в Муссолине точно так же связан с церковью был. И куда пошел друг друга и уничтожали. Значит, не начало. а конец. Слышишь, как сделали, сказалось, я добрый. Я по периоду времени добрый. Одного партию принимали, говорят, чтобы никогда не колебались с партией. Колебался, а как? А вместе с курсом партии. Куда курс? Курс туда я с ним. Я не считала тепелагулок, но я сужаю сложенится назад тепелагулок, доядка выступает мангер. А ты сказал, я не знаю, я там не был. У меня сейчас часто спрашивают, ой, Солженецин к нам пришел на меня. Я как-то связан с ним. Первой стране и она полной страной была. и вы считаете правильной и вы считаете, больше правды нет. Она не очень столько грязи льется, никого. Почти столько же, сколько на Распутина Григория Фимовича. А я выступаю и говорю, это неправильно, неправда. Его ни за что взяли. Там он Старина паханом назвал. А вы видели фотографии показывают его фотографии времен, когда он только в царскую семью вошел, 907-8 год. И потом фотографию последнюю, которую всегда показывают, где он такой вот что-то. Мне такое впечатление, что они какого-то загримировали бомжа и сфотографировали. Это ты по-моему говоришь. Про Распутина. Ни взгляд, ни его, ничего не видно там этого. Что это Распутин тот, как у него такой открытый взгляд, он такой простой, борода хорошая такая. Ну видно, православный человек просто. Главное говорили, вчера он там-то был-то, женщины распутища, то-другое. Ну Сарь дал указание разведать. А разведали куда? А он где-то на 1400 верст дальше крестным ходом идет. В это время он любил крестные ходы ходить. То есть двойники, тройники и все, что попало, делали и все приписывали. А почему? В Базеле там было поставлено масонами свердну царя. Начинать с Распутина. Показать, что он с ним знается и прочее. А ничего не было. Все расследовали. Ни один случай не подтвержден был. Никакого. А убивали-то его голубые геи сегодняшние. Юсуфов там со своими любовниками. Я не знаю, что геи нет. Геи стопроцентные были. Там даже доказано. Мы не должны нигде встревать. к чему мы разговор ведем. Будь аккуратен. Я не знаю. Я не встречался. Обо мне спросили одного священника из Нижненограда. Я не знаю. Только один вопрос задал. А люди приходят у Игнатия? Ой, батюшка, сколько приходят. А куда они приходят в патриархию? А как вам еще надо-то? Еще совсем и все заглохло. Больше нигде нет. А то нашли и меня назвали Еговистский Жит. Еговистский Жит. Это я. Еговистский Жит. Ой, ой, ой. Какой-то там еще. Да, я заступался за Еговистов. Бактистка, старопряча, что он только. Они граждане страны. Незамещания нету, не так верят. Но еще Дворкину все отдали. Пошли, Сережа. Сколько это значит? Сейчас шесть минут прошло. Марка, девятая глава с десятого по тринадцатой стихи. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть измертвых? И спросили его, как же книжники... Так, это я читал. Простите. Марка, девятая глава с четырнадцатого по восемнадцатой. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними, учениками Христов. В тот час увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежащий зубами своими цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Попутать, спросить, спорили с ними? Кто с кем спорил? С учениками спорили. С учениками спорили, но с народом спорили? Нет. Вот в чем дело-то. И тогда у меня вышло такое изречение, спорит тот, кто ничего не знает, а кто знает, он возвещает истину. И сейчас в интернете это подхватили, точнее какое. Я определение дал, что такое совесть. По-разному отвечают. Я отвечаю, совесть это тот участок души, не душа, участок души, через который слышится голос Божий. И сейчас тоже в интернете все это употребляют, почему более точно нельзя сказать. Бывают сожженные совести, то есть замурованно, не постучишься. Участок души, через который слышится голос Божий. Толкование. И Иисус, пришедший к тем девяти ученикам, которые не восходились с ним на гору, нашел их в состязании с фарисеями. Или в отсутствие Иисуса фарисеи, приступив к ученикам, его покушались привлечь их на свою сторону. Марка 9, 19, 27. Отвечая ему, Иисус сказал, то есть отцу Иисусу, который приводил твой сына. Спасибо, Христос. Вот скажите, только так, четко. Месяц назад мы собирались здесь. Вы можете сейчас записать дневник, что вы делали в воскресенье, четыре недели назад? Ну, я веду дневник, ну, может быть, 75 лет примерно. Каждый день. И бывает иногда, ну, занятый где-то, я коснусь, бывает, день не записывал. Я сижу, думаю, думаю, что же было-то. День один. Не похожий, а было что-то. О, я тут осмотрел, а вот это еще встреча была где-то. Совершенная. А это Евангелие от Марка написано, считай, через семь лет. Через семь лет. И кто что сказал. Вот у меня отец, Тихон Дмитриевич, он вот такой был. Он рассказывает, а это было, ну, когда мы разговариваем, допустим, я с 39-го, в 45-м. А он говорит, что это было в 35-м, в 29-м году. Считаю, сколько. И он говорит, а вот у нас Кубасов-то, он сказал вот так. Обернется, никого нету. И опять, а вот этот-то сказал так. А девушка одна была хорошая такая. А она за это, за купищи, спросила, и она пошла. Ее звать было вот так. И когда сказали, она говорит, так я не за него вышла замуж, а за жреца. То есть у них, как раз, жеребец был, быстро бегал, а любила кататься. А она вышла за жреца. И отец говорит, и всегда Кубасов сказал так-то. Тот-то там-то. Ну, это редкость такая. А тут, через семь лет, прямая фраза, двоеточие. Это невозможно. А почему Дух Святой напомнил? Где бумажка-то, наверное, вы знаете, что было. Сколько лет прошло, когда Адам согрешил, и когда Моисей написал первую книгу? Сколько? Загадка, говорю. Сколько лет прошло с момента от Адама до Моисея, который первую книгу написал, бытие? Ну? Дайте мне бумажку. Маленькую. Разную, грязную, любую, любую. Покорми его, пускай, победить. Вот так, благодарю. А вот давайте сейчас мы посчитаем. Ну, дай как. Это чисто, я не возьму. Вот дай какой-нибудь, дай списанный. Вот так, я люблю это так. Вот смотрите. От Адама, от Адама до Христа сколько лет? Пять тысяч пятьсот восемь. Слышали? Пять тысяч пятьсот восемь. Так, от Христа, от Христа до Давида сколько? До Давида. До Псалтири сколько? Тысяча. Почти тысяча лет. Тысяча. Напомните, тысяча. А теперь, от Давида, от Давида до Моисея сколько? Так, от Давида до Моисея шестьсот. А? Шестьсот. Шестьсот. Почему вы молчите-то, ничего не говорите? Да, прямо. Мне сразу вспоминается, в школе мне учительница одна же пятерку поставила за пенье. Я все забыл, а это помню. А почему? Я сидел тихо, никому не мешал. Она мне так и сказала. Не маловажно. Не мешал. У нас он, Йеня, символ веры, не поет. Сколько там, дохреста, Адам? Боится, Развыпугает всегда, Йеня. Это дамо до 500, Символ веры, значит, неверующая. Так, сейчас, подожди. Я тоже записываю. Теперь, сколько здесь прошло? От чего до чего вы хотите? От Адама до первой книги Моисеева. А, это, тысяча, от 1600 до 1480 года, приблизительно, начиналось писать книга бытия. Ну, первая, ну, той книги Моисеевой. Сто лет разницу дают. Ой, Господи, помилуй. От Адама до первой книги Моисеевой сколько прошло время? Ну, 4000 лет. Сколько? 4000, чуть поменьше может быть. Может, 3 900. 3 900. 3 900 прошло. А теперь откройте бытие, почитайте. Там прямая речь идет. И сказал Адам. Ну, да, там есть прямая речь. Сказал Змеи. Сказала Ева. Как-то сохранили? Свои дочери наши. 3900. Кто-то же сохранил? Да, три дня назад, ты не запишешь, и что ты делала? Я в литературном институте с этим садим разговаривал, он драматур такой, старейший. Я как-то его фамилия такая была, чуть не сорокин. Я вот спросил, он говорит, да неинтересно, я студенту спрашиваю, что ты делал? Недельно назад, а что я делал? А что я не делал? Ну, ты же учишься, что заинтересовало? Поел, попил, помощился, находил на занятия, вернулся, помощился, лег спать. Все, больше еще нету. Он говорит, а мне 73 года, тогда ему было, я живу все еще активно, я помню, все, неинтересно. Что интересного было? Интересного ничего не было. Так, держи. Кому дать эти данные? 3900 лет. До первой буквы. Ясно дело, ничего он не знал, этот автор, бытие книги, я ничего не знал. Откуда знать-то? Ну, говорят, вот такой-то, столько-то жил, Адам передал, Макусаилу, 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 Мой передал, Симу. Это сарафанное радио, писать не писали, что передали-то? Ну, сами знаете, когда, вот так вот, на ухо говорят, а ты тому передай. И когда обойдет комнату, до него придет, испорченный телефон называется, испорченный телефон называется. Это сарафанное радио, это название. И вот здесь, точно, и мы в это верим, и он сказал так, и вот там было так, она взяла идол, подложила под седло, А кто видел? А какие доказательства? Никакие. Доказательства какие? Я одного спрашиваю. Я верю в то, что видел. Ладно. То есть скажи мне, какой месяц идет? Как какой? Декабрь. Сейчас декабрь идет. А кто его декабрем назвал? А кто назвал? Товарищ, не знаю, тут не знаю, несколько часов. Не знаете. А вы слышали такой, Юлиановский календарь? Кто его составил? У нас сейчас идет, все по-юлянскому. Какой он месяц, и сколько дней? Юлий Цезарь, император. Это юляновский календарь Юлий. И он решил себя возвысить, и Юль сделал 31. А другой, творящий ухожий, у тебя августа. И тоже 31. Юлия, они сами сделали так. Откуда взять? Да в феврак бедный попался. От него и теребили все. Я говорю, ты Юлию Цезарь видел? Нет. Не видел. А как же ты веришь этому? Сразу задумался. Ну так это от него труды остались, от Христа труды какие остались? Церковь, 2 миллиарда 200 миллионов на земле. Герои веры, все писатели, даже телефон христианина забрел. Тим Бернерс Ли, который интернет изобрел, тоже верующие. Верующие. И Одессоны, ну, Маргония, перечисляю все, все, которые там что-то, и попов, все были христиане. Не христиане, там, южные страны, ничего не изобрели. За 3-4 тысячи лет ничего не изобрели. Халва, арбузы, ну, это, ну, какое изобретение-то? А почему? Халва-то это мощное изобретение. Арбуз это не изобретение. А халва-то, попробуйте ее сделать. 11 крестных походов было. А что самое главное вынесли? Научились, говорит, руки перед едой мыть, говорит, арбуз вырастили. Еще больше не знаю, 11 крестового похода. А что они вынесли? Еще нету. Ну как, по шапке получили, по полной провязи. Начали, как сарапцы навоевать. И ты только, когда придись маленько, и ах, ахнешь, охнешь, это все Господь делает. И Господь диктовал, Он писал. Писали святые, божьи человеки, будучи движимые. Движимые. Вот я знаю, что такое движимый. Когда стихотворение одна строчка, а остальные без промаха 35 строчек внизу будут написаны. Движимые. Это Бог делает так. Писали они. А они знали? Уверены были? Не знаю. Думаю, что нет. Чтобы уверены быть, надо доверяться тому, кто только говорит, а не тому, с чем сравнивают. Он сарабрятся и говорят, Никон испортил Библию перевоз. А с чем вы берете? Вы должны знать оригинал. И тогда с оригиналом сравнивать. А оригинала-то и нету. Где ты его возьмешь? В Сенатском манустре, в Британском музее за 500 тысяч долларов в 36-м году продали русские. Так это когда? Это только в 39-м продали. Ну, я к тому говорю, что данных у меня никаких нет. Я просто верю. Верю и на этом. Не, ну, это вера, это так, да. Как немцы говорят, «Зоштей их, он камни их, Сандерс». На всем стою и не могу иначе. Нарвался я на одного вчера. По-немецки сказал, он меня переспросил, и тоже разговаривал. Я говорю, что знаю-то. 50 тысяч лет назад было. Отдельная фраза только. Такой перевод. И меньшастья, а тупи шули. Рукой показывает. Благодарю вас. Он точно перевел. А это говорит, я дерьмо, а ты виноват. Это вполне возможно. Ох, виноват. А еще, говорит, Тертулян сказал, если бы даже Иона проглотил Китая, бы в это поверил, если бы было написано в Библии. Так, я тебе напомню, да, еще сказал, ты с отцом работаешь. Пригласи его, и он посидит. Что он один-то сказал? Да что пригласи, все пригласил. Он только вчера приехал ночью. А нет, он уже потихоньку. Нет, он уже пойдет. Он сказал, я пойду. Ты посидишь здесь. Я говорю, мама-то на небесах тебя зовет, ты чувствуешь? Он такой. И мама приходила, ты маме-то маленько доверяешь. Ты плохая была мама. Он доверяет, доверяет. Он уже подготовленный, все. Да, и посидишь с нами. У него начало какое-то давление, что-то сердце. А на самом деле-то ничего нету. Я говорю, скучно. Ой, скучно. Я говорю, хорошая была мамка. Во, баба была. Ну, правда она. Я говорю, а что ж ты не ходил с ней в церковь? Сидит, молчит. А помнишь, как мы с матерью своей до утра там ремонт холодильника сделали? Налепили всяких чертиков, все обклеено. А мы с матерью всего все. Это вы в Красноярске были? А? В Красноярске не приехали. Все отодрала. Я их сейчас на помойку. Я говорю, нет, еще неизвестно, чем кончится. Ты куда-нибудь отдельно спрячь их. Да не чертиков, а это маски с Таиланда. Ну, там у них маски вот эти страшные. А может, это и черти, правда? Магнитик, Господи помилуй. Пока они спали, она на ржевых отковырит, и крепко приклеена паразит. Они встали. Чисто. Ничего нет. Я не знаю, что там было-то? Как хватились-то? Холодильника? Ну да. Да, ну, нету сейчас, нету. Нет, я могу точно сказать, что их сейчас нету. Самое интересное, этот холодильник начал работать с какими-то перебоями. И я маме потом говорю, она, ну, не знаю, что, 68 тысяч стоит холодильник умный какой-то. И он просто не морозит, возьмет там, нулевую температуру поставить. Я говорю, это мама за то, что вы тут понаклеили. правда, наверное. И самое интересное, я приехал, сделал у них ремонт, и когда начал стену отковыривать, там, где у них розетка была, то у них там было короткое замыкание, и почему-то не загорелось. Еще от холодильника добавил ко всему. Я показал, говорю, глядите, там вот так обуглилось все. Я говорю, это вот вовремя отодрали, говорю, этих деток. Я на квартире жил, так же обуглилось все это. Где там обуглилось? А где там, в той комнате, где стоял он, где еще там. Все обгорело, вот так вот, и перегорелы проводы. Я говорю, как же не сгорел долго? потому что вы рядом молились, а я вас грел. Поэтому мы не оставляем, мы всегда выдергиваем, только выдергиваем. Не доверяем. Хорошо, Сергей. Ну, там могла бы там старая коробка. Слушайте, внимательно. Смотри, чтобы не грохнулся. Тогда подушечку ему. Нестор, подушку возьми у сестры. Лобик осторожнее, а то наморщишь, два рога вот так вылезут. Печать. Ну, небольшие, конечно, ты же маленький будешь. За клавиатурой сижу, уснулся и бах в эту клавиатуру. Там бля-бля. И притом, печатал, и во время печатания уснул и бахнулся. Уже два раза было, нос все ободрал здесь. Смотрю, и до ночи не так держу, не поломал. А клавиатура крепкая. Даже топором. Даже топором. Иван Геон Марк, 21, 19-27 стихи. Тихо. Отвечая ему, Иисус сказал, О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сокряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что, можешь сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец от рука воскликнулся слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И воскрикнув, и сильно сотрясший его вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Толкование. Да там неверные прелюбодельности нету? Просто неверные? И так, человек, и так, человек тот, пришедший к Иисусу, винил учеников, что они не могли исцелить сына его. Но Христос обращает обвинение на него самого и говорит как бы так, «Ты не имеешь веры, и потому ты сам виновен в том, что не исцелился сын твой». Впрочем, слова Иисуса относятся не к одному только этому человеку, а говорит это он вообще о всех иудеях, укоряя их за неверие. Притом, он запретил духу, увидев собравшийся к нему народ. А опять потому, что не хотел исцелять предмножеством народа для показания своей силы и для своей славы. Но он попустил бесу разбить отруга, дабы все поняли бесовское искушение и то, что бес мог бы умерщвлять человека, если бы не ограждала их рука Божия. Говоря, в переносном смысле, бес повергает людей в огонь гнева и похоти, в бурные волны житейских дел. Этот бес нем и глух, глух, как не хотящий слышать словес божественных, нем, как не могущий и других научить чему-либо душеполезному. Но когда Иисус, то есть, евангельское слово возьмет человека за руку, то есть, управит его деятельные силы, тогда он освобождается от беса. Бог готов помогать нам, но мы сами отрицаемся делать добрые дела. Неверные прелюбодейны это же у нас Матфея идет? Нет, Марка. Это Марка, это у Матфея неверные прелюбодейны. Написано. Похоть, видишь, написано. Похоть вдорогает, тоже беса. как бы своего рода замкнутый круг. То есть, Господь не помогает нам, пока мы добрые дела не начнем делать. А добрые дела не начнем делать, пока Господь не будет помочь. Не даст нам силы на это. Верой. Как перестанем грешить, так начнем делать, да? Это грех. Надо иметь страх Господний. Да, чтобы убить грех. И тогда благодати пошли. Ну вот отцу, почему ученики не могли изгнать беса? Толкователь говорит, что отец сам не верил в это. И он еще упрекал. Вот они не могут изгнать. А Хрисус говорит, да ты сам в этом виноват. А толкователь в духовном смысле говорит, что мы сами виноваты в том, что не слышим сами голоса. Бог-то нам говорит, совесть-то нам, а мы сами ее заглушаем. Не хотим делать добрые дела. Почему то хочу, что хочу, не делаю, а что не делаю, не хочу. Почему в Кремлеве мы сейчас проходим. Грех у нас живет, тело-то наше греховное, передалось это даму, склонность к греху. И совесть передалась, потому что по образу Божьему мы созданы. И вот поле врань и сердце человеческое. А одна мысль то осуждает нас, то оправдывает нас. Мысль, мысль. А если бы интересно, Христос не успел подойти с учениками с горы, вот эти девять учеников, они бы смогли все-таки победить бесов или не смогли? Они же спорили написано, а что с ними спорили? А те хотели их на свою сторону еще перемонить как книжники в свою сектору переходить на санят креста хотели их спор-то что затеялся? Непонятно. Потому что ученики, конечно, попробовали исцелить его, а отец, видишь, неверующий, не верил, и поэтому так получилось. А так как с первого раза у них не получилось исцелить, а может они еще и не успели его исцелить? А нет, он сказал же, ученики пытались, не смогли. А как они пытались? Как он узнал, что они пытались? Они что там, вот так колдуй бабка, колдуй дед, трех тебе дать что ли? Городы рвали. Ну, у нас им непонятно. Ну, Господь знал, что нужно быстрее с горы сходить и свел их. Петр-то хотел монашество там затеять на горе? Ну, да, а химандритом был бы Христос, еду бы доставлял Моисей с Ильей. Все разложил. Все просто. Ну, давай, прекращать. Моментально забыли о своих братьях-апостолах девятерых, которые там внизу остались. Там же хрори сейчас есть монастры? Да никто не знает, что за гора. Тут же не написано, что на гору Фавор. Весьма высокая. А теперь там уже ангелы поют, поэтому туда и придумали это все. Где-то же надо поклонение, чтобы с паломников собирать, с туристов религиозных деньги. Ну вот мне еще тот отец там говорит, верую, Господи, помоги моему не верю. А впереди, ну как казалось бы, но если ты веришь, что почему тут не верю? Еще я не верю этому помогать, он просит. Надо вере помогать, чтобы она урастала. Это есть стихотворение такое. Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует, он влезся к свету исполочной тьмы, а свет обрет широкщит и бунтуит. Не верим, полим, я смущен. Невыносимое он днесть выносит, и сознает свою погибель и он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скольбит пред замкнутой дверью. Приди ко мне, я жажду, Боже мой, приди и помоги моему неверию. И я тут не точно немного, но так, прище его, в стихах выразено. Жаждет этот век весь такой. Ничего нету у людей, совершенно ничего нету. Сережа, где? У меня вот несколько человек уже в интернете обращались, смотрят наш канал, они говорят, а как веру, говорит, себе, чтобы веру, да, обрести, вот как, чтобы вера появилась, потому что, он говорит, мы вот ваши ролики смотрим, охота вам подражать, а веры-то нету. То есть, видишь, как, то есть, люди жаждут. на занятия пригласил? Нет, я им сказал, читание Слово Божие, молитвы, конечно, раз они ролики, они говорят, я вот, вчера мужчина один, говорит, я смотрю все подряд ролики, значит, он занятия видит тоже. Ну, пускай выходит сам, чтобы участвовать. У нас это, у нас мудрецы у нас спрашивают их, какому колену Моисей принадлежит? Подумали, подумали, к Данаву. Хорошо. А брат его, Арон какому? Подумали, подумали. Киосифову, потом. А Мария, а их сестра какому? Подумали, подумали. Ну, это к Иудину, точно говорю. Кто? К Иудину? К Иудину, да. Ну, и спрашивают, а они родные же были, братья? Родные братья, причем, говорят те, у которых два брата и две сестры родные. И все по разным коленам. и задают вопрос тогда, а вот вы все родные, вы из какого колена-то, у вас сколько отцов было? Один отец. А из Нового, а у них тогда почему трое? Почему не спросить, а Арон какого колена был? Аарон. А Арон, Аарона и спросили. Только по Арону можно определить, а по этим нельзя определять. Это колено не обговаривалось, что Вениамин не может царствовать. А в священнике, только из колена Левина, под страхом смерти, другой не может. А раз определили Арон, остальные разные. Еще и Моисея Аронов. Вот он вот и рассказ твой к месту. Нигде не обговорено было, что она должна быть по пророчеству где-то. Но он был первосвященник, Арон, да. И сыновья у него, ну и сыновья. Колено Левина, ну а все. А остальные, это он брать его... Он старше тем более был. Он не мог, нигде Моисея быть другим коленом, и Марьям не могла быть. Ну, зато фантазия очень богатая. Все. Вы заметите, я данные имею сейчас, это в последнее время тоже, сколько разночтений между Библией и Кораном. То есть неясности. Ну, сколько там они говорят? Ну, может быть, одно-два. Я говорю, пять тысяч 126. Пять тысяч. Я просто задаю вопросом. Скажите, я говорю, Соломон и Сулейман, это одно и то же? Ну, это одно и то же. Давай запишите, Соломон одно и то же и Сулейман. А вы где узнали про Соломона? Про Сулейман. Ну, если в то время был уже, Тора была, ну, откуда же? Ну, из нас есть книг. А у Соломона книги были какие-то написаны? Ну, да. Какие по порядку? Притчи? Экклесиаст, Премудрость Соломона. Так? Да. Да. Почему ни одной фразы нету? Я не говорю книги. Одно предложение из этих книг. Нету, нету, в Коране нету. Почему? У них книги нет. Как так нет? Ну, это... Ну, а тот, кто вам диктовал-то, почему он не сказал? Когда это божественно, и вы признаете, что божественно. Почему божественно-то нельзя перенести? А потому что тот, кто писал, он не знал, а книги не было. Ой, ответ. Я не нападаю. Это реально. Книг не было. И рядом жили Зароастристы и там еретики. И оттуда все эти знания щерпались. А Дауд? Да. А Дауд я говорю. Почему? Да? Да, да, да. Вот такой вот хороший у нас это пророк был. Почему из Псалтирии ни одного псалма нету? Ни одного предложения нету? Что так говорят? Ну, Муса это Моисей. Да, Моисей Муса. Пять книг. Почему я не говорю книгу? Один стих. Из пяти книг. Один стих. Почему нету-то? Если 600 лет раньше, и ссылаются на них, что Тор это еврейская книга, люди, писания. Ну, почему не взять хотя бы одно предложение-то? Ясно, что не было и не знали. Вот вам и разница. Они всегда начинают с того, что их книга, она вперед написана, чем Библия. А потом начинают с того, что вы можете говорить. Раньше никто не знал, не было. Доказательств никаких не было. Этот писал через 600 лет. Я не говорю буддисты, там совершенно другое. Не касается. Но вы ссылайте, что это именно взято Тауретто, называете Тора. Оттуда да. Почему ни одного предложения нет? Я вопрос ставлю. Я повторяю, я не критикую ничего, но у меня вопрос. Тот же самый герой, перенесенный через 600 лет в другую книгу, и у него ничего нет. Он нищий. Как так могло быть? Это вообще имя есть. И никто раньше не задавал эти вопросы. Я первый задаю вопросы. Первый. За 1300 лет я первый, кто задает эти вопросы. Сейчас они там, просто паника началась. Выходит, когда я им говорю, они вот так вот кувырка и все. Там, так, и сюда там он знает один, подошел. Я ему задаю, знаете, Тортос меня выпущает. Повторяю, я не ССОик, я не критикую, я просто спрашиваю. А вы видели у них в переводе, в переводе, в этой книге их, что там употребляется во множественном числе, часто мы. Я им задал, ну, задаю вопросы, ребятам этим, с этой книгой, которая связана, я говорю, читали, читали, а почему мы? Вы говорите, что сотоварища нет у вашего Господа, ну, Всевышнего. Нет, нету. Почему, когда он говорит, мы? Где говорит? Я тоже не могу. Я говорю, да там неоднократно, мы написали. Не так надо сказать, сура, аят. Ну да, не, ну, они знают, что там есть. 171-й аят, здесь же, все, у меня все это разнесено по полочке. Смотрит вот так вот, мне нужно одно доказательство, что Библия оттуда идет, все, Библия, Евангелие оттуда, оттуда, и нам, кто, ваш автор, и говорит, вам Господь дал, вы по нему живите, вам Господь дал. Вот сильно-то где. И мне поэтому все, остальные доводы веки нужны, я Библию, и теперь по ней доказываю вам. Они начинают замолчать, вы нарушаете, тут написано, над Богом, откуда вы выстаете. А там переписывали, потеряли, нигде неизвестно, Бог бодрствует, не надо лгать. То есть, они никак не ожидали. Это совершенно новый подход. Я просил, просил у Бога, и мне сейчас, как коридор светом осветило, я им говорю, вот так вот там, как эти балдешки валятся, и все. Сколько бы не было. Притом, я ничего не выдумываю, простые вопросы. И ответа нет. Вы выдумали сказку про то, что когда к Сулейману приехала цариса Савская, по-другому названа она, и что сделали? Что он узнал? Что он ей спросил? Он только хитростью допустил, чтобы она подол подняла. Вот хитрость. Как же там удрость? Великий, чайшая. Нет, еще больше нету. Сделал, куда она заходит, как будто вода налит, и она подолку подобрала, а он в отражении видит, и он видит, что у нее подпадало. Вообще там, у тебя 300 жен, 700 наложили. Все одинаковое, не золотыми краями. Нет. Все кончилось. И главбуши еще нет. Соломон в этом деле так, и он у них там продолжает заниматься, а у нас этого нету. Вы из книги можете взять нашу, а вы не взяли. А вы могли избежать этих неточностей, и было бы понятно, что это продолжение Моисеевым. Да, в одном вы схожи. Моисей и ваш автор, и такие, они еще прорубались везде. Вот народ, разруби его, уничтожь твоя земля. У вас то же самое. Ну да, это было приятно взять, порубить кого-нибудь. Остальное доказывать не надо, какой возраст жены было, сколько чего, это ничего не дает. Нас не надо туда затаскивать. Вы сами разбирайтесь. Вы ссылаетесь на нас, на наши книги, а не от Бога. Вот эта книга, которая от Бога, она говорит, кто не имеет Иисуса Христа спасителем, ему не слесит спасение. И вообще, они будут что-то думать. Пророка не надо трогать их, никакого. Вообще никаких их пророков трогать не надо. Сразу поворачивает на Библию, а тут уже все, я обещаю. А она неправильно написана была. Нигде это не написано. У нас написано бодростью над словом моим. И которые были первые, оригиналы, сохранились, сравнивая с ними, букву в букву. Самый древний свиток частично, с 136-го года относится. К первому веку вообще ничего не разъявили. Вообще нигде нет. В 17-м манускрипт к 4-му веку, это самый полный, с которого у нас переведено. Септодин-то уже. Ну что, Сереж, наверное, все, заканчивается. Масаретский текст к первому веку относят до Рождества Христова. Ну, там, какие-то 50-е годы. Но, может быть, первый век. Вместе стоять не надо, надо работать. И вот сейчас мы опять пойдем в 14-м. Застойно истеково истинно, благословите себя, богатым словом, пресно блаженную и ныне порученную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херумин, и славнейшую, без сомнения, серофин, без сомнения Бога словородшую, сущую, благородит, суть овечаем. Зайти, Космарин. Любящий наш, Естествен Небесный, мы благодарим Тебя за этот воскресный день, напоминающий о Твоей победе над злом, над тьмою. Ты открыл нам истину Твою через Слово Твое, Святую Библию. Помоги нам быть истинными проповедниками того, что Ты сохранил, дал, открыл. Воздай вечности всем, кто перевел на родной русский язык. Научи нас прислушиваться к голосу Твоему. Путеводи нас и веди нас в вечное царство. Не оставь нас одинокими. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу слава. Глава Тебе, Викторе. Слава Богу. Закрыть.